Приветствую всех, кто смотрит это видео. Хочу поделиться с вами своим опытом написания картин акриловыми красками, ярких картин. В последнее время я написала несколько картин в стиле поп-арт. Это животные, вот такой вот лев, еще есть тигр, жираф и бычок. Ну и собственно, какие краски больше подходят для таких вот ярких картин. Вот уже делюсь своим опытом и своим впечатлением о красках. Использую я вот для такой вот яркости. Камера не передает, конечно, желаемого цвета, но вот такая вот яркая краска, это вот такой вот цвет. Он такой рыжий, огненный, вот акрил, такой вот марки. Вот. Амстердам, стандарт, стандартная серия, акрил специалитис какой-то там. Есть такая вот серия этой фирмы, таких вот ярких красок такие, они ядовитые, яркие, классные краски. Очень мне понравились и очень классный они эффект дают. При таком вот тусклом освещении, да, когда немного пасмурно и какое-то освещение небольшое падает на картину, вот эти цвета, они прямо аж горят. Чуть ли не светятся, как флюорецентные краски. И этот эффект мне очень нравится вот в этих красках, что они такие вот яркие, такие ядовито яркие. Вот этот цвет оказался у меня самый ходовой. Я его использовала во многих своих работах. Написание маков также, сейчас вам покажу, у меня где-то рядышком есть, вот картина, вот маки. Я писала тоже маки этой краской. С помощью мастихина наносила краску на холст. И они получаются такие яркие, насыщенные, очень красивые. Также эта красочка и вот эти три у меня шли в других картинах. Сейчас покажу. Вот такой вот тоже большой довольно-таки холст, тигр в стиле поп-арт. Тут много разных цветов, разного оттенка зеленого. Ну, естественно, этот цвет идет сюда. Тоже он при тусклом освещении, прямо аж вот этот рыжий цвет, он аж горит. Блин, так нравится, вообще классно. Естественно, еще были и другие акриловые краски другой фирмы, фирма Росса. В некоторых видео я уже ее показывала, я довольна этой фирмой. Фирма Санет, Росса меня очень даже порадовали. Также этой же фирмы я покупала и использовала краски такие. Они не ядовитые, а вот такого более приглушенного, спокойного цвета. Использовала я их тоже и в этой картине, и в других своих работах, своих других картинах. Вот эти, все вот эти цвета использовались в моих картинах. То есть, их достаточно много. Естественно, можно купить стандартный набор цветов. Там, синий, красный, белый, черный, желтый. И мешать, подмешивать такой цвет, как необходимо. Но акриловые краски, это краски, которые высыхают быстро. А мне нужно большое количество на картины краски определенного цвета. И пока я буду вмешивать, замешивать, вымешивать до определенного нужного мне цвета, то краска через какое-то время, она уже высохнет. И мне опять мешает. То есть, это большой расход материала и краски. То есть, лучше акриловой краски покупать сразу несколько оттенков. То есть, вы стандартным набором, естественно, не обойдетесь в написании картинах акриловыми красками. Это вам не масло, где можно мешать. И оно может спокойно на палитре находиться. И неделю не сохнуть, да, и вы можете вымешивать, сколько вам захочется. Акрил, это 10 минут, все, краска высохла. Что здесь нужно подбирать цвета, покупать. Каждый раз добавлять цвета, ну, как, в принципе, делаю я. Я каждый раз какой-то цвет еще покупаю. Потому что сразу купить все нужные оттенки или какие-то вообще их есть. Море, гамма цветов, оттенков, разновидностей, оттенков. Несколько видов розового, несколько видов зеленого, синего, желтого, рыжего, красного. То есть, не накупишься все сразу. Поэтому я, конечно, стараюсь прикупать те цвета, с которыми я знаю, что точно буду работать. Вот, естественно, самое большое количество цвета, это уходит белый и черный. Я его покупаю каждый раз. У меня уже вот этот, уже тюбик, наверное, 10 уходит. Особенности просто акриловой краски еще в том, что здесь одним слоем не обойтись. И это я уже повторяла и на других своих видео. Что нужно ложить несколько слоев акриловой краски, чтобы добиться нужного эффекта, нужного результата. Так как от первого слоя очень просвечивается холст, видно некрасивые мазки от кисточки. Поэтому идеально накладывать слоя 3, а то и больше акриловой краски. Вот. Вот еще картина жираф, тоже в стиле поп-арт. Я рисовала жираф масляными красками, а это написано акриловыми красками. Тоже довольно-таки хороший результат, хороший эффект получился. И акрил в некоторых работах не уступает маслу. Это уже немного другая техника. Здесь больше я наносила краску мастихином. Вот эти вот пятна, тут есть выпуклости. То есть это хороший слой краски, чтобы вы понимали. То есть если в тех работах со львом, с тигром я больше работала кисточкой, да, и там не требовалось, чтобы это были такие мазки мастихином, где много нужно накладывать очень краски, то в этой работе тут уже больше с мастихином. Я мазюкалась и наносила эти пятна уже мастихином, толстый слой краски. Тоже вот эта краска очень хорошо понравилась, яркая такая она. Вот она. Тоже выделяется. Вот эта тоже яркая такая, рыжая, огненная, красивая. Ну и опять-таки эти яркие пятна, они при таком приглушенном свете очень красиво видно их. Они прям, ну не сказала, чтобы светиться, но они яркие, их очень хорошо видно и они так привлекают к себе свой взгляд и здорово смотрятся. Камера, конечно, это не передает, это нужно видеть вживую. Вот такой вот жираф красивый. Раньше я писала картины акриловыми красками и использовала вот такие вот из тюбиков, они металлические. Но потом перешла на такое вот более мягкое. Скажу почему. Этим краскам уже много лет. И как показала практика, что они почему-то там быстрее засыхают, что ли. И плюс вот эту пимпочку очень трудно открутить. Если там чуть-чуть краски попало, она присохла, то ее очень сложно открутить. Со временем там краска становится, она такая, как твердая паста, что ее очень сильно нужно разбавлять водой. Акрил, если сильно разбавить водой, он становится полупрозрачным. То есть тяжело потом добиться нужного цвета, результата, эффекта. А когда уже я перешла на вот такие вот тюбики, они пластмассовые. Очень удобно, очень удобно использовать. Все, ты открыл, выдавил сколько тебе надо, закрыл. И весь этот тюбик можно спокойно выдавить, спокойно использовать, что невозможно с этим добром сделать. Поэтому я отошла от краски, которая в таких вот железных металлических тюбиках. И перешла полностью на вот такие и больше объемом. Вот. 60 миллиграмм. И что? 75. Здесь 120 миллиграмм, миллилитров. И очень довольна, очень довольна этими красками. Меня вот эти яркие цвета, яркие краски настолько вдохновили, что я теперь хочу попробовать в своих работах, в своих картинах светящиеся краски. Да, они намного дороже. И для начала я хочу, наверное, взять несколько цветов для картины. Это будет такое добавление. То есть не вся, возможно, картина будет светиться. Допустим, на картине там солнце, да, а выключаешь свет, и на картине ночь горит луна, луная дорожка, и горят звезды. Вот это было бы очень здорово. И я очень хочу попробовать и написать такую картину. Тем более я уже давненько начала акриловыми красками писать картину. Это вот такой вот будет морской пейзаж. Она не закончена. Она только в процессе. Здесь еще половины даже не написано картины. Пишу ее акрилом. Тут будут цветы. Здесь горшок с цветами. Здесь паруса белые будут. Там какая-то дымка будет, облаков. Вот. И хочу в эту картину добавить эти светящиеся краски. Что когда выключается свет, эта картина будет преобразовываться. Будет тут луна светиться, луная дорожка, освещение луное на вот этой гальтанке. И я думаю, что это будет очень здорово и красиво смотреться. Вот примеры написания таких картин я выложу здесь где-то фотографии. Как выглядят эти светящиеся краски. Что люди вытворяют из них. Есть разного типа светящиеся краски для тела, для стен, для детского творчества также. Ну и для написания картины. Я думаю, что, блин, нужно все-таки попробовать. Как же мне, творческому человеку, не попробовать такие краски. Обязательно. Вот я вот для этой картины все-таки и буду использовать. А вот эту картину я писала ранее маслом. То есть у меня есть пример этой картины написанием маслом. И фото этой картины готово. Я тоже где-то выложу здесь. Видео. Чтобы вы могли увидеть, какой должен быть результат этой картины. А процесс самой написания этой картины акриловыми красками, я думаю, все-таки я сниму. И выложу на своем канале, чтобы вы могли тоже посмотреть. Вот. Также есть несколько незаконченных картин акриловыми красками. Процесс написания я тоже снимала на видео. Надеюсь, что в ближайшем будущем я уже наконец-то закончу над ними работу. И выложу видео, как они создавались. Вот такая небольшая картина акрила. Она почти закончена. Осталось еще вот листочки, тычинки, пестики. Здесь я использовала также еще структурную акриловую пасту. Вот такой вот нежный цветок лотоса. Вот небольшой холст. 30 на 30. Такая нежность получится. Вот. Ну, вы увидите попозже это видео, как я ее создавала. Также совсем чуть-чуть осталось доделать вот такую вот картину. Вот. Не знаю, как там она мне безумно нравится. Очень нравится. Это горы. Это малиновый закат или заход солнца. Кто что увидит в этом. Она мне очень нравится. Мне нравится здесь гамма цветовая. Вот этот синий цвет. Здесь я работала мастихином. То есть горы у меня написаны мастихином. Небо написано у меня кисточкой. Как она создавалась. Тоже будет отдельное видео. Все я там рассказываю. Как, что и как вот этот перелив я делала. Все свои картины я обязательно покрываю лаком. Лак из художественных магазинов я не использую. Мне покупают специально в строительном магазине лак для внутренних и фасадных работ. Лак шелково-матовый. И мало того, что он очень хорошо защищает картину от внешних факторов, от влаги. Так он после высыхания еще придает краскам более такой насыщенный и глубокий цвет. Что очень замечательно. И сама картина становится вообще как бархатистая. Вот такая вот фишка вам от меня. Надеюсь вам это видео было интересным и чем-то полезным. Я вот поделилась своим опытом. Опытом художника-самоучки. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока. Всех благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok